Дружба с Александром Лукашенко По его мнению, дружба с Лукашенко наносит серьезный репутационный урон российскому руководству и самой идее интеграции. Эксперт уверен, что Кремлю невыгодно иметь дело с растерявшим поддержку белорусским лидерам. Все, что будет сделано с таким токсичным Лукашенко, будет воспринято также токсично, убежден эксперт. Более того, Москве в текущей ситуации невыгодна даже конституционная реформа, которую в разгар протестов анонсировал Лукашенко. Даже поддерживаемые Западом оппозиционные лидеры смотрятся предпочтительнее, чем те, кто в Беларуси называет себя пророссийскими силами, сказал Скориков в интервью. Эксперты считают, что Лукашенко мог договориться с Путиным о своем уходе. В Беларуси пройдет конституционная реформа, затем досрочные президентские выборы, считают аналитики. Есть и те, кто считает, что белорусский лидер передаст власть своему старшему сыну Виктору, помощнику главы государства по национальной безопасности. Кроме того, положение белорусских властей на радость протестующих ухудшается с каждым днем. Последний оставшийся у президента выход в виде помощи Москвы также стремительно закрывается. Больше всего президент Беларуси Лукашенко рассчитывал именно на поддержку Кремля. Но у России по закону подлости назрели более важные проблемы – обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, набирающие обороты, эпидемия коронавируса, COVID-19 и угроза новых санкций со стороны ЕС. Кроме того, в обмен на помощь Москва ожидаемо потребует с Лукашенко углубления интеграции в рамках союзного государства – России и Беларуси. Российский политолог Илья Гращенков отмечает, что на такое батько пойти не может, поскольку окружающие его провластные элиты рискуют потерять свои активы. Гращенков считает, что фактически Александр Лукашенко уже потерял власть. Его не признают легитимным на Западе и внутри страны, а Кремлю он становится все менее выгодным, поэтому он не может полноценно осуществлять свои полномочия. Политолог также отметил эффективность белорусских митингов. Местные власти не могут просто обезглавить протест, поскольку у него нет явных лидеров, а действия демонстрантов координируют извне. Более того, Светлана Тихановская и оппозиционные телеграм-каналы не возглавляют манифестации, а лишь организовывают белорусов, не оставляя батьке шансов на выгодный для него исход. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях.